Привет, любимые! Я опять онлайн, опять буду с вами общаться, чем побольше. Я была очень занята в моей телеграм-группе, я там каждый день оставляю голосовые, развиваю дискуссии с комментариями на тему энергопрактик, на тему отношения с мужчинами, общения с мужчинами. У нас там такие баталии происходят, поэтому, если вы соскучились, кто смотрит это на YouTube, кто смотрит в Instagram, обязательно присоединяйтесь в Telegram, ссылка на него будет под видео этим на YouTube, либо я закреплю в Stories, обязательно. Вообще, как у вас дела? И сейчас у нас тема будет, экологично ли делать медитации на конкретного мужчину. Я знаю, тема избитая, уже много кто знает ответ на этот вопрос, но тем не менее я получаю все равно такие вопросы. Я хочу раз и навсегда эту тему прояснить. Еще расскажу о нескольких секретах общения с мужчинами, потому что в октябре выходит мой новый курс «Счастливая с любимым мужчиной». Я его представлю на трёхдневном марафоне, также в октябре. И там я буду… Это будет такой уникальный продукт, сочетание энергопрактик, которые привлекают мужчину на энергетическом плане, и секретов общения с мужчинами, психологии мужчин, настоящей. Именно такой психологии, которая отвечает энергетическим законам. И это всё мы сейчас делаем с девочками, 18 девушками, и с Telegram, Instagram в моей секретной группе. И они получают просто не вообще… Такие результаты получают и очень-очень быстро, потому что я всё соединила это в одном. Секреты общения с мужчинами и практики. Как вам такое? Привет! Откуда вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, нужно влиять на мужчин в медитации и визуализации, на конкретных мужчин? Это вообще экологично, это этично, потому что мы же волю человека навязываем, да, свою волю воли человека. Боже мой, как же ж всё-таки страшно, да, и до сих пор я слышу такие вопросы. До сих пор я слышу такие вопросы. Вот. Я скажу свою точку зрения сразу же, да. Приведу пример очень простой. Когда вы представляете себе в своих сексуальных фантазиях какого-то человека, например, соседа, либо вашего коллегу, либо вашего одногруппника, он может быть даже женат, да, он не свободен, вы к нему не клеитесь, вы не флиртуете с ним, вы просто представляете себе в своих приватных, в своей приватной спальне этого человека, просто чтобы удовлетворить себя, некоторым нужен образ человека, да. Это этично, это экологично, то есть вот этот вопрос, да, потому что это и есть визуализация и медитация, потому что секс происходит обычно, он без мыслей, особенно у женщин, мы находимся в альфа-состоянии, это один из входов в альфа-состояние секс, его можно тоже очень хорошо использовать. Я рассказывала в своих ранних видео об этом, как можно использовать секс, кто помнит. вот, и если говорить о том, что это не экологично все, значит нужно себе запретить представлять себе, кого вы там хотите в своих фантазиях, потому что ну нельзя же, а вдруг он почувствует, а вдруг он в этот момент почувствует какое-то сексуальное возбуждение и вспомнит о вас. Это то же самое, что визуализация, визуализация, медитация и делать медитацию на конкретного мужчину, особенно если он там в отношениях, решает каждый, да, я всегда говорю, что это очень энергозатратно, уводить из семьи мужчину, что есть настолько много мужчин свободных, нужно просто уметь их привлекать и с ними знакомиться, что можно подобрать себе очень легко любого мужчину и просто не ввязываться в эту драму, да, семейную, отбивать там мужей чужих, но я никому это не могу запретить, понимаете? А я здесь не моралист, я здесь энергопрактик, который вам просто показывает методы, как это можно делать. И я прошу не осуждать тех людей, которые делают, как они хотят, потому что это личное право каждого представлять у себя в голове, кого они хотят, да, не личное право подойти к человеку, там взять, начать его обнимать без его согласия, да, но представлять себе как угодно можно этого человека. Согласны со мной? Привет! Рада вас всех видеть здесь. Давно не было стрима, лайв-стрима прямого эфира, но сейчас опять они возобновятся, потому что, опять же, да, очень была занята с телеграм-группой, и я одна, я не могу на все каналы связи рассеяться. Итак, какие медитации я советую делать на конкретных мужчин, я, если вы будете смотреть это на YouTube-видео, оставлю пару ссылок на очень-очень-очень такие рабочие медитации. Если вы смотрите на YouTube, можете, ой, господи, на Instagram, можете забить в YouTube такие медитации, как он будет хотеть отношений, да, это очень ранняя медитация, там очень много позитивных отзывов. Еще раз напоминаю и вам объясняю, что все отзывы у меня реальные, они не куплены, я не знаю, можно ли покупать на YouTube отзывы, без понятия, но я не покупаю никакие отзывы на YouTube. Вот, поэтому можете читать отзывы под этой медитацией, понимать, что, ну, возвращали люди конкретных людей, девушки, конкретных мужчин, возвращали бывшего, возвращали человека, либо просто привлекали человека, которого они хотят видеть своим партнером, своим парнем. Вы знаете, можно привлечь кого угодно, но это еще не значит, что вы удержите человека возле себя. Это тоже очень небольшое искусство, стратегия, иметь отношения с мужчиной и общаться с ним, знать, как реагировать на то или другое, потому что притянуть мужчину, вернуть бывшего, можно сравнительно легко, да, медитацией, перепросмотром, но общаться с ним, быть с ним, жить с ним, быть с ним в долгих отношениях, это совсем другое. Смотрю ваши комментарии, спасибо за комплименты. Вот, скажите, пожалуйста, вы когда-либо делали медитации на конкретного мужчину, и что из этого вышло? Он звонил, писал, мне очень интересно. Вот, если это из моего канала, напишите, какая медитация это была, вот, и напишите про свой опыт, чем все закончилось, хорошо или плохо. Спасибо, Ксения. Так, все практики, Алексей, работают у меня сразу. Ну, здорово. Значит, я ваш коуч. Знаете, бывает просто люди на одной волне, и вам просто заходит, как я говорю, что я говорю, моя энергетика, и это здорово. Так, да, он написал смс, звонил, писал, медитация на смс. Класс. А потом пропал. Вот, о чем я говорю, да? Если вы возвращаете бывшего, это еще не все, да, чтобы он написал смс. Он пишет вам смс или хочет встретиться, но нужно понимать, когда с ним выходить на связь, нужно ли сразу отвечать ему, потому что если он вам не писал два месяца, а вы наброситесь на него как коршун после двух месяцев, что подумает бывший, да? Бывший подумает, боже мой, она сидела и ждала меня никому не нужная дома. Вот, поэтому я очень рекомендую изучить правила общения с мужчинами, психологию мужчин на моем октябрьском марафоне. Цена на него очень... Я снизила цену, вопреки всем моим маркетологам, потому что я хочу, чтобы много людей пришло, просто чтобы девушке... Я буду учить вам три дня, три дня будет марафон, я буду учить вас о зам общения с мужчиной, правильного общения с мужчиной, когда вы знаете, как реагировать, когда он удалился, как реагировать, когда он слился, когда должен быть секс на первых свиданиях, да? Ну, не на первом, но на каком. Как делать так, чтобы мужчина влюбился с сердцем, а не просто имел желание воспользоваться вашим телом. Это все буду рассказывать на октябрьском марафоне. Пожалуйста, зарегистрируйтесь в предзапись. Ссылка будет под этим видео на YouTube, либо в Instagram, она у меня всегда в шапке профиля, в описании. Вот. Пожалуйста, приходите, потому что возможность будет для всех. А марафоны мои сейчас стоят 6-7 тысяч рублей. Этот марафон низкая цена для тех, кто вначале купит первые три дня, это будет 1900 рублей, поэтому, ну, как бы грех не прийти, не получить столько много полезной информации. Так что жду вас всех. Это будет абсолютно новый эфир. Марафон, таких марафонов еще не было. И курс, который я представлю, это уже для тех, кто хочет дальше углубляться, тоже первый курс. А вообще не было такого курса у меня никогда еще, поэтому кто ждет моих продуктов, радуется, что будет такая возможность, жду вас тоже на этом марафоне. Какой эффект включили? Ну, моя любимая маска, вы можете посмотреть, она мне выручает всегда. Уставшая я, не уставшая, эта маска выручает всегда. Так. И вот, делать с медитацией на конкретного мужчину можно, да? Нужно просто правильно себя потом с ним вести. И меня спрашивают девушки, а вот если я буду делать на какого-то мужчину, а он с другой, или на женатого, или он вообще не обращает на меня внимания, мы никогда не были с ним вместе, можно делать на него или нет, сработает или нет? А здесь такая тема, да? Если вы хоть немножко в его вкусе, да, как женщина, если вы, если он не гей, потому что бывают такие ситуации, мужчина действительно гей и скрывает это, а женщины хотят с ним знакомиться, отношений, часто геи выглядят хорошо, накачанными, ухоженными, делают на них медитации, но это никогда не сработает. Так что зачем тратить время? А еще бывает, конечно же, что он в отношениях счастлив с девушкой, с женой, у него сейчас ребенок родится, например, и он не хочет уходить из семьи, это действительно будет влияние на его волю, да, он может ощущать что-то, но он, если это порядочный мужчина, он не будет уходить из семьи. Но были такие случаи, что делали все-таки девушки медитации на мужчин, вот, женатых, и получалось так, что через несколько лет они сходились. Но это не всегда действие медитации, да, там были какие-то, например, проблемы в семье, появились через несколько лет, и в ход пошло действие медитации, да, оно как-то накопительный образ имеет часто медитация, и вот так вот, этот мужчина потом встретился с этой девушкой через пару лет, она еще была свободна, да, часто бывает так, когда девушка хочет встречи, хочет, когда мужчина хочет встречи, девушка уже имеет свою собственную личную жизнь, и уже он ей не нужен, потому что девушкам всегда нужны мужчины прям сразу, дайте мне его сразу, бывает так, что все происходит с задержкой. Эфир сохранится, конечно же. Вот, поэтому обязательно слушайте медитации, если вы чувствуете, что вы хотите этого, что вы хотите сделать на конкретного мужчину, например, на бывшего, ну, я не запрещаю никому, ни на кого делать медитацию, это ваше решение, смотрите, берите ответственность, за себя на это, я говорю о том, что можно найти, да, подходящего мужчину, можно делать медитацию на абстрактного, но у некоторых не получается создавать образ абстрактного мужчины, вот, им намного легче вызывать результаты, визуализируя образ конкретного мужчины. Скажите, как у вас вообще, на кого вам легче визуализировать, на абстрактного или конкретного мужчину? Очень интересно. И я вам скажу, что на абстрактного надо больше энергии, потому что там у тебя нету конкретной эмоции, конкретного образа, и там нужно больше энергии визуализации, это правда, это действительно так. Так, задавайте, пожалуйста, по теме вопросы, окей? А как же возвращение бывшего? Вы писали, что не обращать внимание на его поведение. Когда я писала? Конечно же, если бывший бросил вас, вы за ним бегали, он вас бросил, и он вам написал через два месяца после того, как он ходил по бабам, и вам написал привет, как дела, ему не нужно сразу же отвечать. Конечно же, нет, не нужно отвечать. Но потом мы выстраиваем линию поведения правильного, как принимать бывшего, обязательно нужно ей следовать. Потому что опять он вернется, вернется, ой, он мне позвонил, ой, он мне пригласил, тут же вечер в постель уже с бывшим, бывший себе думает, боже мой, что у него в голове? Он думает, два месяца я ей не звонил, только я пальцем по, как сказать, пошатал, написал ей привет, как дела, и она уже ко мне в постель. То есть она что, вообще никому не нужна была эти два месяца, вообще на нее никто не клюет. И именно поэтому мужчины очень часто после секса вот так вот осматриваются, боже мой, куда я попал, зачем я это сделала, да, зачем я попал к этой женщине? Поэтому ни в коем случае не нужно на смс-ке от бывшего, конкретного там, мужчины, на которого вы делали медитации, клевать и набрасываться на него, как коршун. Ну неужели это, ну многим это непонятно, конечно. Здравствуйте, почему медитации не работают? Объяснила только что пять минут тому назад, пересмотрите, пожалуйста, эфир, я там все объясняю. Так, на конкретного, абстрактный, конкретный. Спасибо за комплименты. Конкретного легче почувствовать? Да, конечно, конечно, потому что вам нужно удерживать энергию внимания на абстрактном образе, вы не знаете, что это, вы не можете себе представить. Я советую не представлять внешность, потому что тогда вам быстрее это все визуализируется, да, какая разница, блондин он или брюнет, если он будет вас любить. Ну понятно, что вы, когда вы представляете силуэт мужчины, это там, например, вы любите высоких, накачанных мужчин, да, вы не любите ниже себя мужчин и не можете с ним себя представить. Но это еще можно себе, конечно, представлять образ, силуэт мужчин. Но я не советую представлять лицо, не советую представлять, волосы, так, девочки, давайте про моего парня поговорим в другом эфире, я вообще не люблю рассказывать про свою личную жизнь, вот, у нас были недавно разногласия на тему того, делать ли фото вместе, ему это не нравится, да, то есть ему это не нравится, он говорит, что я не могу быть в моменте сейчас, когда мы там идем, и ты начинаешь делать фото и видео, вот, поэтому, наверное, я не буду так часто показывать его, как бы вам хотелось, да, поэтому, простите, извините, я говорила в самом начале и все годы, в принципе, что я не хочу показывать свою личную жизнь, вот, немножечко показала, и, наверное, на этом закончим. Так, стоимость марафона в евро, смотрите, марафон, это трехдневный марафон, он будет 16, 18, 18 октября, если смотрите на YouTube, ссылка под этим видео, если смотрите в Instagram, ссылка в описании био, 1900 рублей, ну, забейте в Google, и сколько это будет в евро, я не знаю, сколько это будет, 1900 руб в долларах, в долларах, ну, зачем я должна это делать, а, я делаю это один-единственный раз, ой, боже мой, 18, что ли, по курсу, ну, в общем, посмотрим, да, как там будет курс, ну, где-то до 20 долларов, но, почему вы должны записаться в предзапись, потому что эта цена будет всего лишь, ну, достаточно, три дня, мне так кажется, если я не забыла, потом цена будет по чуть-чуть расти, там тоже все равно она не будет дорогая, да, это вам не 6-7 тысяч рублей цена, но все равно это будет дороже, так что регистрируйтесь в предзапись, вот, и вы первая получите ссылку на оплату, просто вам письмо придет или в боте в Telegram, вот, начался, началось окно продаж, ссылка на покупку, покупайте. Так, я имела в виду не обращать внимания на, хочу вам рассказать фишку, чтобы он позвонил, это, ну, я знала и так эту фишку, я все их знаю, но просто я сейчас, сейчас такое происходит, почему я так долго в группе Telegram своей, Alexo Onik, пожалуйста, тоже переходите туда, да, регистрируйтесь там, так классно, а дело в том, что я набрала секретную группу из 18 девочек, которых я сейчас учу, обучаю общению мужчинами, общению с мужчинами плюс практики, плюс энергопрактики, и это настолько интересно, это настолько круто, я просто чувствую, что да, вот мой продукт, который для женщин именно, который просто идеальный со всех сторон, это энергопрактики, это и секреты общения с мужчинами, психология мужчины, в общем, это будет бомба вообще. В Telegram вы найдете уже отзывы о девушке из этой группы, они совершенно реальные, абсолютно реальные, никто их не покупает, вы можете написать этим девушкам, спросить, ты действительно в группе секретной, Alexo, вот, только единственное, они вам не будут говорить, какие практики они делают, потому что уже, я знаю, пишут им, спрашивают, а какие практики Alexo там рассказывает, ну, это дискретное все, да, потому что я сделала эту секретную группу для них совершенно бесплатно, чтобы они показывали на своем опыте, каких результатов они достигают, и мне порой просто очень-очень приятно смотреть на эти отзывы, и как быстро это все работает, уже там через неделю, через две девушки, которые были такими сонными, не верили в себя, прям начинают превращаться в каких-то, знаете, ну, таких опасаются женщины, да, то есть я имею в виду энергетика прет, ты понимаешь, как общаться с мужчиной, как знакомиться с мужчиной, как с ним общаться, ну, сейчас у нас только вторая неделя подошла к концу, третья неделя началась, все отзывы у меня в телеграм, пожалуйста, регистрируйтесь туда, в мою группу, телеграм-группу Alexo Onik. Так, фишка, чтобы он позвонил, фишка, чтобы он позвонил, обязательно расскажу в конце этого эфира, вот, пока поотвечаю на ваши вопросы, давно не была на связи с вами, очень рада вас видеть. Я имела в виду, не обращайте внимания на его общение с другими, потому что в практике ему нужно время было сработать. Ну, в этот момент вы, естественно, не с ним, вы тоже ходите на свидания, да, то есть вам нужно оттачивать навыки общения с мужчинами. Вы не сидите дома два месяца и не делайте только медитации, да, медитации делать, надо перепросмотр, вот, и ходить, общаться с мужчинами, видеть других мужчин, не обязательно с ним и спать, просто ходите на свидания, общайтесь на прогулки, да, знакомьтесь. Историю миллионеров вы много раз слышали. Парень, который сейчас у вас, делал вам дорогие подарки. Девочки, опять же, да, делал подарки, я сейчас не буду рассказывать про мою личную жизнь еще раз. Вы можете научить ходить с мужчиной по магазинам. Мужчина хочет дарить, а у меня стоит установка от мамы страха, нельзя тратить деньги, нужно спрашивать. В целом привечили не хотеть. Из курса «Женщина-магнит», кстати, если кому этот курс интересен, тоже оставлю ссылку под этим видео. Вы шлете, например, фотку мужчине, чего вы хотите по смс и говорите, вот, очень классная сумка, мне бы такую хотелось. И мужчина сам тебе ее купит. Но там в курсе «Женщина-магнит» такие фишки, да, это вот реально просто кто хочет подарков, да, от богатых мужчин, вот, знаете, вам курс «Женщина-магнит» на собственном опыте отработано все. Новый курс «Счастливая с любимым мужчиной», там не будет специализации на миллионерах, да, там будет просто как стать счастливой с мужчиной, которого ты любишь, да. То есть, каждая женщина хочет любви, и, к сожалению, да, с миллионерами часто бывают девушки несчастливыми, вот. Но я не имею в виду, что миллионеры непригодны для отношений, конечно, тоже пригодны, вот. Но надо выбрать действительно мужчину, который подходит вам, у которого похожие взгляды и убеждения, притянуть его, поработать, может быть, с медитациями, познакомиться с таким мужчиной, начать работать над собой, над общением, правильно отвечать ему, правильная переписка, правильные встречи, там, секс на определенном свидании, до свидания, там, до этого свидания, секс-свидания, там, как выстроить эту цепочку свиданий, это все будет на марафоне поверхностно, но достаточно полезно будет вам, чтобы уже взять эту систему и начать уже двигаться. А на курсе, который я представлю на марафоне октябрьском, это уже конкретно, углубленно, плюс курс будет с кураторами, это будет просто бомба, это будет очень круто. Так. Зачем использовать фото с Пинтересса, богатой жизни, если вы учите притягивать богатство? Это вопрос очень такой, знаете, от того человека, который никогда вообще ничего не слышал о законе протяжения, некоторым нужны фото, чтобы сосредоточиться на образе, да, но когда вы слушаете мои медитации, то там есть эти образы, поэтому еще надо слушать медитации в правильном состоянии, это должно быть состояние альфа, поэтому кто еще не был на моем бесплатном, это бесплатный практикум, который длится два с половиной часа, он проходит очень часто, регистрируйтесь на него и изучайте в первую очередь состояние альфа, там я техники даю бесплатно, вот вы прослушали бесплатно этот практикум мой, «Исполнить желание силой мысли» он называется, ну это такое маркетинговое желание, на самом деле мы учимся там желание, название, останавливать мысли, работать с состоянием безмыслия, а потом берете любую мою медитацию на канале или с курса «Сила медитации», это уже платный продукт, но он очень крутой, очень сильный, и слушайте, да, как кому хочется, кто-то покупает продукты, кто-то делает бесплатно, вот мой YouTube-канал для бесплатников, берите, пользуйтесь и шлите благодарности мысли на мне. Так, я не хочу сама знакомиться с мужчинами, пускай сами, ну пускай, пусть знакомятся, пусть. Так, привет всем, любимая Лекса, привет, мне просто нравится даже слушать ваш голос, он такой приятный женственный, спасибо, Василиса, мне тоже очень приятно получать комплименты. У меня, например, проблема не в привлечении, а в удержании, ну у всех это проблема, действительно, девчонки, привлечь мужчину, ну может быть проблема у женщин, у которых, которые живут в маленьких городках, деревнях, там мало мужчин, да, а в удержании, наверное, 80% женщин, ну может быть 70, да, проблемы, как реагировать, почему он не пишет, я же там все правильно сделала, что делать, это такая проблема, эта проблема, ну я скажу, 80% женщин ей страдают, прежде чем они дойдут к серьезным отношениям, к замужеству, например, они страдают непоняткой, да, вот что делать, он сливается, он находит другую, как его удержать, приходите на октябрьский марафон, объясню, как это все работает, да, будет, конечно же, да, на марафоне. Голос классный, правда, спасибо. Плиз, как вкратце коммуницировать успешно с бывшим успешно? О, ну этому я как раз обучаю девочек в моей секретной группе, и вот на курсе «Счастливая с любимым мужчиной» это будет, это стратегия. Девчонки, ну я же не могу рассказывать вам тут 3 часа, плюс даже если я вам расскажу, не факт, что вы послушаете и сделаете правильно. Вот на курсе SLM, это сокращение «Счастливая с любимым мужчиной», там будут кураторы и поддержка каждый день, потому что без этого невозможно. Без этого вы накосячите, напортачите, будете знать, что так надо делать, но подумайте, нет, в моей ситуации я сделаю все-таки так, я напишу ему, и все закончится одним и тем же сексом, и он сбежит. Самое главное, я уже сказала, да, если он 2 месяца вам не писал, и тут он написал «Привет, как дела?» внезапно из ниоткуда, не набрасывался на него, как коршун «О, привет!» а не отвечать ему, например, он месяц вас мариновал, вы отвечаете ему через неделю «Привет!» Вот, и так дальше. Там дальше выстраивается, выстраивается, что ему написать, что ему сказать. Это долго, действительно, это мозаика, и я очень рада, что я сейчас овладела этим, потому что, ну, в первую очередь я энергопрактик, и я собирала эти знания где-то около года. Как общаться с мужчинами, вот в идеале я, честно, много курсов проходила, зарубежных, американских, некоторых из наших, русских кучей, русскоговорящих, да, и видела затыки и проблемы, да, потому что это психология мужчин, ну, не все психологи говорят действительно то, что нужно говорить, большинство из них называют мужчин нарциссом, и все, он нарцисс, и все, избавься от него, больше с ним не общайся, опять притягиваешь мужчину, опять нарцисс, короче, все нарциссы, да, а вот я даже брала, брала из интереса консультацию психолога нарцисс, в общем, нарцисс, надо избавляться, вот, и я иногда прихожу и рассказываю историю своих подруг, да, потому что у меня ситуация, например, этой нет в жизни, я просто хочу узнать, как вообще работают эти консультации, что вообще на рынке, кто что рассказывает, иногда рассказывают реально бред, вот, так что, знаете, я в шоке от немецких мужчин, пошли вместе на шопинг выбирать мне вещи, я думала, он платит покупку, но он стоял в стороне, ну, некоторые платят, но не все, да, курс пригоден для тех, кто в отношениях, естественно, у меня на курсе, в тайной секретной группе, вроде бы, 4 девочки в отношениях замужем, так, немецкие мужчины вообще не жадные, вот, знаю троих, очень дорогие подарки мне дарили, мне дарили немецкие мужчины дорогие подарки, но, да, тенденция есть такая, что они жадноваты, не будем об этом спорить, если бывший пишет, как правильно игнорить, просмотреть сообщение или даже не открывать, здесь все равно, даже если вы откроете, ему будет, да, и так, и так, это его эго, понимаете, но это я все рассказываю на курсе, сейчас просто очень будет долго, я не хочу делать этот эфир длинным, потому что он будет плохо, алгоритм будет плохой на ютубе, так, про немецкие мужчины, там жадные, хейт в сети, ну, это не наша тема, так, что-то тут за мужчин немецких, да, я уже в Германии не живу так долго и уже не знаю, какие они там в своем, в своей массе, они ж растут, становятся старше, может быть, новое поколение, которым сейчас 35 лет, как-то по-другому себя ведет. В секретный чат я уже набрала людей, так что никак пока. Хорошо, если нет отношений, можно купить курс. Смотрите, курс, вообще марафон для всех у нас будет, стратегия влюбления мужчины, для всех, и кто в отношениях, и кто замужем, кто свободен у кого, кто хочет придумать бывшего, это вот для всех девочек этот курс, марафон и последствий курс. Марафон – это high level, курс – это уже углубленное знание. Так, хорошо, давайте поговорим фишку, чтобы он позвонил, потому что тут про мужчин. Так, отсутствует стиль одежды, так, хорошо, ну, очень-очень круто, да? А девочки, тут я бы, в принципе, когда меня кто-то критикует, у меня такое отношение, если человек, когда говорит вот в чате, да, не заметила качественную одежду, ну, это плохие манеры, да, вот человеку писать такое, ну, не заметила ты качественную одежду, ну, не заметила, поговори со своей подружкой, да, алло, ты знаешь, у Олег Сионик некачественная одежда, да, поговорили, поговорили, ну, потому что нефиг заняться чем, да, и вот вечер прошел за этим. Но писать мне здесь в чат, я блокирую таких людей, просто зачем? Если у вас такая неприятная энергетика, если у вас плохие манеры, тогда вы не будете у меня ни в каких чатах не получать никакой интересной информации. До свидания. Как вы относитесь к браку? Он укрепляет на отношении или наоборот? Слышала я вещь, что якобы брак рушит и сыновь взаимодействиями. Здесь тоже вот нужно в браке правильно, ну, не только брак, попробуйте съехаться с своим мужчиной, да, и вы посмотрите, что это очень трудно видеть друг друга 24 часа, наверное, на 7, это нужно притираться, это нужно правильно с ним общаться. Сначала съедьтесь и поймите, в общем, можете ли вы общаться с мужчиной. Тоже курс в этом будет очень помогать. Брак, я считаю, нормальной вещью, если вы строите ее правильно, потому что, ну, честно, да, многие девушки в браке, да, счастливая мама, жена, но они несчастливы, там и секс не такой, и муж ее не хочет, или она мужа, или у мужа любовница, или у нее любовник. То есть, ну, как бы счастливый брак нужно еще поискать. Так, в каких числах курс? Смотрите, у нас такое расписание. Марафон у нас 16-18 октября. 16 октября, там можно на нем будет уже купить курс, и курс стартует 23-го. 23-го октября стартует наш курс. О, девочки, серьезно, я просто понимаю, что это мой продукт, потому что это энергопрактики плюс мужчины, это то, что я очень люблю, вот, и будет круто. И самое главное, что на вот первом запуске курса я буду еще в числе кураторов. Потом это будут делать девочки, уже обученные специально. Но самое главное, да, что в этом первом запуске я буду прям участвовать во всем. Так, так, блокировать. Вот так и защищаемся от хейта. Блокируем. Олекса, привет, купила курс силой медитации, очень крутой. Спасибо, я его тоже слушаю, обожаю свой курс силой медитации, там три блока, любовь, деньги, энергия. И прям слушаю два блока, слушаю, энергия у меня все ок. Да, с помощью других практик, у кого нет, пожалуйста, энергии слушайте. Там очень крутая медитация на против вампирических привязок, кто там с вас пьет энергию. Вот, сразу отвалятся эти люди. Я слушаю на любовь и одну такую поддерживающую медитацию, чтобы всегда быть с моим любимым человеком в гармоничных отношениях. Дело, конечно же, перепросмотр на всех людей в моей жизни, кто понимает, о чем я говорю. И я делаю денежные медитации, да. Состояние классное, спокойное. Такое ощущение, что впереди ждешь, что ты классный. Класс. Нет, курс, новый курс SLM будет на год в кабинете. Уже не будет такого, что продукты будут прям навсегда. Хотя курс SILM медитации, она еще, этот продукт навсегда. Так что он будет, останется навсегда, доступ к нему. Но вот новые курсы, тем более дорогие продукты, не навсегда. Некоторые вообще дают 3-6 месяцев, да. Я буду давать, так как я щедрая, я буду давать год. Так, ну что бы он написал. Вот. А кто знает практику перепросмотр? Просто сейчас в моей секретной группе у одной девочки моей ушел бывший. Ну, он, то есть, он ее бывший, он от нее ушел. И он ей вот сейчас написал. И она рассказала эту фишку, я эту фишку, конечно, тоже знаю. Кто знает практику перепросмотр? Практику перепросмотр. Хоть немножечко. Если нет, зайдите на мой канал на YouTube. Мой канал называется «Мастер законного притяжения». Забейте «Алекса Оник» перепросмотр, и там будет видео, как его делать, эту практику. Начинаете забирать энергию из отношений. Да, вот бывший вас бросил, обязательно секс нужно пересмотреть. И когда вы там у паузы в практике перепросмотр, потому что там дыхательная практика, да, и там в этих паузах вы просто визуализируете тупо скрин телефона с его смс-кой. Все. У меня это тоже срабатывало у этой девушки моей из секретной группы. Вот она говорит, я это делала прямо при просмотре, очень быстро сработало, он написал. Вот. И именно то, что она визуализировала. Плюс перепросмотр – это глобальная вещь, одна из самых сильных практик. Кто не слышал, обязательно о ней поинтересуйтесь. О, как вы относитесь как к саблиминалу? Ну, сейчас объясню. Еще раз повторю, что все ссылки на бесплатный практикум, где вы научитесь входить в альфа-состояние, это база энергопрактик. Поверьте мне, база. Без этого, ну, ничто у вас не будет работать. Ссылка на этот бесплатный практикум «Как привлечь желание силой мысли», он называется, находится под этим видео, если вы смотрите на YouTube. Если смотрите в Instagram, все в закрепленных хайлайтсах, да, там практикум написано, книга, там еще предзапись. Посмотрите, просто зайдите в шапку профиля и посмотрите, там все закреплено. Если смотрите на YouTube, также будет ссылка на предзапись, на октябрьский марафон, дешевый, да, на который все должны прийти, прям все. Окей, я жду вас всех. Какая ссылка у нас будет? Еще ссылка у нас будет на что? Дам пару ссылок на видео, да, которые помогут вам привлечь бывшего мужчину, может, перепросмотр закреплю. Ну, в принципе, просто зайдите на YouTube и забейте «Алекса, онит, перепросмотр». Была на марафоне у вас. Спасибо. Как вы относитесь к саблиминалам? Ну, девочки, никак, потому что это просто музыка, да, как они работают. Когда ты включаешь это, это ленивая медитация, да, ты просто подключаешь свою веру, да, вот написано, шапка там, название этой мелодии, он вернется к тебе. И ты подключаешь свою веру, ты подключаешь свою веру, и ты понимаешь, вот сейчас я слушаю, и эти минуты работают на меня, что-то происходит, он вернется. Плюс, мне кажется, все-таки комменты уже на YouTube можно купить, потому что, ну, там просто комменты под какими-то саблиминалами, просто нереальное количество комментов, да, видео только появилось, там уже нереальное количество комментов. Поэтому, наверное, все-таки комменты можно купить. Я не рекомендую слушать саблиминалы, ну, как бы, да, с одной стороны ты подключаешь свою веру, да, что он напишет, и теперь ты прям настраиваешься на это, это тоже работает. Но более рабочие вещи – это медитации, когда ты визуализируешь образы, когда ты проживаешь эти ощущения, это более рабочие и более стабильные медитации, дают более стабильные результаты. Так, крутая практика, перепросмотр, да? Так, что я вам еще не рассказала? Все рассказала. Задавайте последние вопросы и заканчиваем. Я буду приходить еще в четверг, может быть, выйду в прямой эфир. Вот, сделаю какую-то интересную тему. Ну, если не игнорить мужчину, можно сразу удалять его? Так же нормально? Нет, я не советую блокировать мужчину в WhatsApp. В Instagram это чуть другое, да. Если вы постите там stories для него в Instagram и постоянно проверяете, смотрит ли он stories, у вас сердце разрывается, если он не посмотрел stories там на выходных, да, то лучше его удалить из друзей, но не блокировать, в принципе. Но не блокировать в Instagram, да, в Telegram, боже мой, sorry, в WhatsApp. В WhatsApp тоже можно постить stories. Если вы тоже испытываете негативные ощущения, не можете там вас, наоборот, раскачивать на эмоции, посмотрел ли он ваши stories в WhatsApp или нет, не постите некоторое время эти stories. Так, ну что, Олег, когда будет курс МЗП? МЗП пока не будет. Будет SLM, счастливость, любимый мужчина, это для женщин, для счастливых отношений, неважно, замужем ты или свободна. Я думаю, для всех женщин это будет, мало женщин таких, что, которые полностью своим браком довольны, да. Я очень рада, если они есть, да, но что-то я таких не очень часто встречала. Практика, перепросмотр, что техника, что позвонил, нет, другая. Почему иногда после ПП неприятные чувства? Пару раз, наоборот, так классно. Ну, смотрите, это еще зависит от вашей формы дня, как вы себя чувствуете, устали вы, смогли ли вы хорошо сосредоточиться. Иногда, да, перепросмотр, иногда как-то не очень ты его чувствуешь, но садишься в другой, в иной раз прям вообще уносит, просто выводит на новый уровень, трансформирует. И ты прям после него, ой, господи, что-то кого-то не забанила. После него ты готова горы свернуть. А если мужчина в край обнаглел и пришлось его заблокировать? Ну, если он вам постоянно каждый день пишет по 10 сообщений, то да, я тоже блокирую таких людей. Нахрена мне в моем WhatsApp кого-то, кто меня напрягает постоянно? Можно его заархивировать. Так, если я не посмотрела, давайте быстро отвечаю на все вопросы, можете скопировать, если я не увидела. Так, да, я ответила насчет блокировать. Можно блокировать, если напрягает. А как в пересмотре секс смотреть? Вспоминать все сцены? Да, прям все вспоминать. Все сцены и все позы. Так, я пропустила, что ты говорила о технике, чтобы он позвонил. Посмотри еще раз, эфир, дорогая. Курс «Женщина-магнит» помогает притягивать достойных мужчин? Да. Подключи еще медитацию какую-то, привлеки мужчину. Там у меня есть на миллионера, кстати, медитация. Вот недавно делала. Ну, как недавно, полгода тому назад. Подключи эту медитацию с канала «Мастер-закона притяжения» «Женщина-магнит», курс, купи и все. Будешь писать мне позитивный отзыв. Сколько времени понадобится визуализировать на абстрактного мужчину? У каждого по-разному, девочки, у каждого по-разному. Недавно мне девушка написала, делала медитации два года и вот вышла замуж на абстрактного делала. Кто-то мне писал, что через полгода. Посмотрите в комментариях на YouTube. Делала месяц, встретила мужчину, уже живем через неделю вместе. Это настолько индивидуально. Индивидуально. Нет здесь конкретного времени. Неправильно делаете ПП, если вас там укачивает, задыхаетесь, вы неправильно делаете. Можно делать несколько медитаций на одном мужчине? Да, можно. Так, ну что, дорогие, очень рада была вас слышать сегодня, видеть, то есть видеть ваши вопросы. И, надеюсь, еще в четверг, а у нас завтра четверг, в понедельник, нет, во вторник, в следующей неделе, хочу выйти в эфир прямой и поговорить с вами о чем-то интересном. А то в Телеграме я каждый день, а здесь в YouTube и в прямых эфирах в Instagram мало я провожу времени. Поэтому обязательно... А, на Телеграм вот ссылку, пожалуйста, подключайтесь ко мне в Телеграм, Олег Саоник, в Телеграм ссылка будет, и мы там будем дискутировать каждый день насчет мужчин, женщин, как с ними вообще вести себя, чтобы он любил тебя одну, чтобы стать лучшей женщиной в его жизни. Все, люблю, целую, пока! Субтитры сделал DimaTorzok